Десногорск Депутат Госдумы Артем Туров стал гостем студии нашего телеканала. И самое главное, что требовалось от нас в совместной работе с правительством, это сохранение всей социальной направленности бюджета, исполнение тех социальных обязательств, которые есть у государства. Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева посетила Десногорск 2 декабря. В здании Центральной библиотеки была организована онлайн-приемная. В этом году, в мае месяце, второй ребенок родился, дочка, и вот на нее подали такое же заявление, пенсионный фонд нам отказал. В период пандемии такой способ связи остается оптимальным. За время онлайн-приема Ольга Окунева успела провести несколько диалогов с десногорцами. У горожан возникали вопросы в области законодательства. Будучи не всегда верно информированными, они сталкиваются со сложностями в реализации своих законных прав. Достаточно странная ситуация, когда на первого ребенка назначено получают, а на второго нет, непонятно. Может быть были изменения в законодательстве? Ну, надо посмотреть. В формате домашнего чаепития Ольга Окунева провела встречу с волонтерами города. 5 декабря допровольческие движения всего мира отмечают свой профессиональный праздник. И волонтерский штаб Десногорска уже два года вносит свой вклад в общее благое дело. В узком кругу удалось обсудить темы и вопросы, которые волнуют как молодежь, так и в частности волонтеров. Должно ли волонтерство поощряться? Могут ли волонтеры иметь льготы вплоть до более раннего выхода на пенсию? Как привлекать в движение людей старшего поколения? Над этими и другими темами законотворцам еще предстоит подумать. Внимание того, что это ценится, должно быть. Над этим, наверное, надо подумать и готово с коллегами пообсуждать. Сегодня таких, откровенно говоря, проектов нет. И местные органы власти сами находят каким-то образом, способ. Тем не менее, нынешние успехи десногорских волонтеров не остаются незамеченными. К наградам последнего времени добавились благодарственные письма Государственной Думы. Таким образом признаны заслуги Александры Киселевой, Артема Ольхового и Дмитрия Ерофеева. При этом Ольга Окунева отметила, что иногда именно такие встречи становятся толчком к новым законодательным инициативам. У нас есть примеры, что мы меняли в законах от таких встреч, от личных пресед, даже встречи на улице иногда помогают совершенствовать федеральные законы. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Как принимаются законотворческие инициативы, в чем их особенность в период пандемии и какой график работы депутатов Государственной Думы в этот непростой период? Об этом и не только рассказал в интервью нашему телеканалу депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Артем Туров. И самое главное, что требовалось от нас в совместной работе с правительством, это сохранение всей социальной направленности бюджета, исполнение тех социальных обязательств, которые есть у государства. Кроме того, Артем Туров поделился своим мнением о волонтерском движении «Смоленщины», которое в нынешний период становится особенно популярным и актуальным. Депутат оценил шансы на продуктивный диалог России и Республики Беларусь, в том числе и в ближайшей перспективе. А также поделился личными планами на ближайшие праздники. Знаете, для каждого, наверное, гражданина России, для каждого жителя нашей страны это всегда семейный праздник, всегда добрый праздник. И, конечно, наверное, мы все вместе с моими близкими, родственниками, соберемся, как и многие-многие жители. Полную версию интервью депутата Государственной Думы Артема Турова смотрите в ближайших эфирах нашего телеканала. На сегодня выпуск завершен. Смотрите наш телеканал и не забывайте про наш сайт desnadefistv.ru. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok